В тесноте и в обиде глава города Кирова встретился с педагогами и родителями учеников 24-й школы. Предметом разговора стала недостаточная площадь учебного учреждения для 400 учащихся, обучающихся на сегодняшний день в школе. Подробности в сюжете Кирилла Сосолятина. В здании, в котором сегодня располагается 24-я школа, когда-то находились ясли. Потом помещения были приспособлены под учебные классы и ясли превратились в школу на 300 мест. Однако, вопреки нормам, на сегодняшний день в школе учатся более 400 детей. К тому же коридоры и кабинеты маленькие и тесные. Понятно, что это идут нарушения и законы об образовании всех санитарных норм. Надо вопрос этот решать. Но как мы проанализировали, что буквально в центре города здесь нет никаких вообще больших возможностей, чтобы каким-то образом поставить вопрос о строительстве нового здания школы. Остается единственный выход – разгрузить школу, сократив количество учеников. Но и это сделать непросто. Сегодня большинство школ забиты под завязку. Разгрузить школу у нас, и мы здесь проговаривали, я не знаю, Александр Викторович говорил, не говорил, значит, есть здесь учебный комбинат номер 4, который можно, ну, в течение там полугода произвести перестройку, там получается порядка 36 классов, так, и подготовить, и передать для 24-й школы, для того, чтобы можно здесь было снять напряжение по количеству классов, а в дальнейшем разговаривать по строительству школы. Других вариантов нет. Родители настаивают на строительстве новой школы или пристроя к старому зданию. Администрация утверждает, что на сегодняшний день земли для строительства нет. Вместе с этим очевидно, что на предложение перевести своих детей сейчас в другие школы согласятся немногие родители. Вопрос остается открытым. Кирилл Сосолятин, Максим Козлов, Вести, Кировская область.